В общем, чувак, это зубочистка. Зубочистка погиб сегодня. Эй, здорово, чуваки. Чё у вас такие кислые лица? О, Карл, привет. Рад видеть тебя. Как его звали-то? Это Санёчек, он играл с нами на ГРМП. Ты должен знать его. Эй, вообще-то не виноват, что он не вел промоконт. Ты должен был об этом позаботиться. Заткнитесь. Эй, мы с тобой ещё не закончили. Что? Отвали, я уже закончила. Просто супер. Круто. Чё случилось, чел? Тебе, Валент, действительно интересно. В нашей бане скоро появится очень много крутых бойцов. Пойдём, покажу их. Вот это человек, который говорится в носу. Это избалованный гангстер. И это, чё, чел за компом? Это заморшённая банда. Мы поднимемся, улицы станут наши. Главное, чтобы не ввели промоконт и быстро прокачались. Всем привет, ребята. С вами снова я, Хик. И в сегодняшнем видеоролике мы с вами узнаем, насколько ли хардкорный 6 звёзд в GTA San Andreas. В сегодняшнем видеоролике я попытаюсь максимально долго продержаться со 6 звёздами. При этом я буду использовать лишь один чит-код, разумеется, на 6 звёзд. И использовать только транспорт, который можно найти на территории GTA San Andreas. Собственно, только автомобиль. На байке это слишком легко, на соблёте тем более, на вертолёте я уже вообще молчу. А вот на машине, в реальных более-менее таких условиях, мне интересно, насколько быстро меня ждёт этот самый бастет, арест или вестет, например, я сдохну, неизвестно. Просто засекайте время. Вот, и сейчас я решил для себя провести такой эксперимент. Просто веду чит-код сразу же на 6 звёзд. Буду кататься на этой замечательной тахоме, бирюзового цвета. И решил поделиться с этим с вами, как у меня это получится. А также напишите в комментариях, удалось и вообще, сколько вы могли продержаться, катаясь на машине по всему штату с 6 звёздами. Просто реально очень интересно. Так, ну я начну именно с этого места. Оттуда я только что тюминговал свою тахому. Начинаю водить чит-код. Так, 6 звёзд. Погнали. Чит-код активирован. Я, насколько я помню, они ещё и эти ставят. Так, начинают ездить танки. Так. О май гад. А, ну понял. Ха-ха-ха! Я не буду изменять себе. Я на тех же условиях, только цвета тахома теперь другого. Красного, не знаю, более-менее вызывающего. Итак, дубль 2. Это чё, серьёзно? Это нереально? СП-К. Так, 6 звёзд. Азот. Главное не попадаться... К танкам. Потому что это реально чревато закончится, блядь, всё. Так. Хорошо. Так, уже баррикады. Выстрелились из военных. Ядрён батон. А значит ещё вся прелесть? В том, что... Ядрить бат... Это капец. Это пипец просто. Это нереально. Это Unreal. О, кайф. Бам! О, это нереально. Это просто нереально. Кто-то продержится 10 минут? Не думаю. Если активно кататься, активно вести... Вот этот вот образ жизни, блин. Бедолаги, которые пытаются скрыться от 6 звёзд. Они ещё впереди спавнятся. Нет. Это не... Это не честно. Ну-ка, погодите. Так, вагасы ездят. Но это не то совсем. Может, попытаться угнать именно... Нет. Стой! Стой! Но! Капец. Давайте попробуем укатить мотовоз этот. Ага, попробуй. Это нереально. А он один, что ли? Окей. Фак! Нет, это нереально. На байке это слишком легко. Так, ребята. Есть одна загвоздочка в том, что, скорее всего, на машине это невозможно выполнить. 5 минут хотя бы продержаться с 6 звёздами в GTA San Andreas. Я решил немножко схитрить и взять байк. Посмотреть, сколько с байком мне удаётся продержаться. Потому что это вообще какой-то Unreal. Я не думал, что они такие жёсткие. Это реально сложно. Это жёсткий челлендж. Который... Самый жёсткий, который я когда-либо вообще выполнял. Так, мотовозы. Хорошо. Они агрессивные. Так. Ещё одни. Так. Ну, пока хорошо. Потому что, ну, байк, очевидно, что он меньше, чем автомобиль. И даже если вдруг кто-то захочет меня сейчас арестовать. Вот, танки. Слава богу, ещё танки не стреляют. Офигеть. Они просто ездят по улицам. Очевидно, что... Блин, кайф. А, ну так тоже можно. Они будут стрелять, интересно, нет? Ой. Нет! Не, ну, мотовозы, как бы, военных, это не самая, конечно, хорошая идея. Потому что они... Они просто отличные. Это нереально просто. Пипец. Я думал, сейчас засниму видосик. Я держусь там 10-12 минут. А тут даже сложно 5 минут продержаться. Это просто невозможно. Так, ребята. В принципе, с байком мы держались гораздо больше. Чем с транспортом, с азотом или без. Я ещё специально игру на 100% прошёл для того, чтобы дали мне возможность. Ваш транспорт укреплён, типа, там, в 2 раза, что-то типа того. То есть, прочнее в 2 раза. У меня транспорт должен быть. Нифига не работает. Это обман. Это, видимо, это вообще наплевать игре. Вот. Ну, хорошо. Погнали. Ещё шанс. What the fuck? Окей. В принципе. Вот, уже за мной едет. Наркоторговец! Теперь продаёт наркотики не здесь. Ладно. Давайте попробуем сейчас поехать в какую-нибудь просёлочную местность. Там, где сельские, блин, всякие жители, блин. Попробуем теперь там повоевать. Так, пока нормально. Смотрите, они даже меня не трогают. Всё нормально, 6 звёзд. Я тут поезжу по тротуару. Танки не особо хотят меня задавить. Эти просто показывают мне фак. Танк пытается перегородить дорогу. Ничего не получается. Слишком тяжёлая техника в городе. Так. Ой. Появился прямо передо мной. Лучше назад не смотреть. Потому что эта чреват закончится. Блин. Женщины начинают прямо падать мне под ноги. Думаю, что я такой крутой. Не, ну. Байк очевидно. Байк очевидно, что лучше. Потому что... Потому что... Нет, только не взрывайся. Ой. А-а-а. Полицейскому пофигу. Он сейчас там мог меня арестовать на самом-то деле. Но... Ему всё равно. Так, допустим. Шесть звёзд. Просёлочная местность. Два мотовоза. Три. Ещё один танк. Встал. Просто встал. Мне нравится то, что танки вообще нифига не делают. Они просто стоят и как бы своей массой пытаются задавить этого игрока. Который пытается скрыться. Там ещё... А, самолёты. Я думал, уже эти летают. На самом деле нет. Нифига. О, нет. Они тоже пытаются. Офигеть. Я думал, они просто стоять умеют. Блокировать как-то путь. Ну нет. Нифига. Ну, а че... О, уже пять звёзд. Так. Это уже не то. Так. Они поняли, что в принципе с армией тут делать нефиг. Но это нечестно. Надо ещё заработать звезду как-то. Вести чит-код. Но я сейчас боюсь ввести чит-код вообще какой-либо. Потому что... Но это просто нечестно. Так. Так. Л, Д, С, П, К, К. Окей. Здравствуйте. Со мной поехали, пацаны. Как будто бы я звёздочки, блин, эти беру. Ну, шесть звёзд не особо так хотят. О, обычные машинки. Кстати, это редкость на шесть звёзд. Когда обычные патрульные тебя пытаются арестовать. Нет, смотрите, просто уже всё. Не знаю, я бы выстрелил на месте танка. Но он этого, где-то, не хочет категорически. Просто за мной следует и всё. Ладно, давайте попробуем их немножко побайтить. Вот так вот, пускай они будут чуть ближе. Блин, ну тогда страшно. Кто-то повернул не туда. Чё вообще происходит? Ват-то фак. Шесть звёзд. Да, и смотрите. Ну просто. Они даже не взрывают никого. А когда ты едешь на танке, ты взрываешь всех? А, они решили остановиться тупо. Так, ага. Чё, может, пацаны, я за вами теперь поезжу? Или чё, шесть звёзд? Капец, столько танков! Три танка. И всё. Просто вот вам, пожалуйста, военная техника в городе. Этим вообще пофиг. Ну хотя они, смотрите, даже без мигалок. Ой. Так, 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 так. Всё, конечно, понимаю. Но вот сейчас уже получается. Получается гораздо дольше держаться. Пытаются опередить, но нет. Прям мне это, дышат уже в задницу. Давайте, давайте. Пытайтесь, пробуйте. Не, ну на байке, очевидно, что легче. Ой-ёй-ёй-ёй. Набирает обороты. Так, ладно, поехали. На Гроу-стрит. А-а-а. Нет, ну всё, кажись. Они поняли фьюшку, то, что меня не поймать. Скорее всего. Так, мотовозы. Мотовозы это жестокая зима, потому что придурки выйдут. Что-то меня расшитить. Какую мигалки у мотовоза, что ли, мигалки? Или у танков, вол? Так, ну понятно. Всё, они, кажется, уже против друг друга начинают потихонечку воевать. Видимо, не сработались, друзья мои. Ну окей. Так, а что будет, если я братишку из грубы найму? Давай-давай. Брат. Окей. Теперь нас двое. Ты что, будут отстреливаться в танки стрелять или нет? Он же идиот. Он же идиот. Так, ну и что? Никого вообще нет на улицах, кроме танков. Ну-ка, давай, бро. Да-да-да. Это отличная идея. Ты просто сверх разум стрелять в танки, которые бронебойные. О! Да, вот в ласах можешь стрелять. Они, в принципе, без жилетов, без ничего. Ха, ну это бред. Мой хомис. Ой, нет. О май гуд. Да все, хомис, мы приплыли, походу. Братан. Брат, мы приплыли. О, нет. Мы потеряли его, братик. Ха! Вау! Что, непривычно нафиг, когда я снизу? Лол. Все, я без колес остался. Ну все, это конечное. Это конечное. Грув стрит все время меня здесь убивает всегда. Конечное, грув стритовское. Конец пути, блин. Так. Пацаны, Блэйд. Есть Блэйд. Это хороший транспорт, на самом деле, против копов. Но, походу, не выжить против такой оравы. Ааа, нет. Нет. Не, не, их слишком много. Слишком много заспавнилось. Я не знаю, как они спавнятся даже. Так, байк. Но, у меня нет шансов просто его взять. Так, братва. Так, ну ладно, побежали тогда. У меня есть танк, но я его не буду выбрать, потому что это будет нечестно. Это, в принципе, невозможно. А где у меня все оружие? У меня же оружия нет. Пошли вы. Так, есть Гринвута, босса, моего брата Свита, но... Охренеть. Спасибо Баласу, что защищаете меня хоть в этот момент. Так, машина. Дерьмо в хлам. Понятно, понятно, не туда. Я не туда хотел. Выходи. Карл! Дебильный 60 фпс. Карл не сразу реагирует на мои действия. Ну, ты супер просто решил найти. Нет, нет, нет. Вот так вот решил меня за взрывом, блин, задеть, но нет. Я так просто не сдаюсь. Капец, их так много. Давайте, падайте сюда, пацаны. Сейчас они не упадут, они же диоды. Ааа. Это моя ошибка, походу, была. Капец, он там заорал, я его избил. Ха, лол. Окей. Блин, сложно. Как-то так заканчивается этот видеоролик. Поведем небольшие итоги. В GTA San Andreas полиция очень жестокая. Очень непроходимая. Если у вас 6 звезд, то ваши шансы, скорее всего, приблизятся к нулю. Вас арестуют. Так, что там, две подушки, блин, встретились. What the fuck? Мне удалось продержаться около 9 минут. 8 с чем-то. Но, ничего страшного. В принципе, это неплохой результат. Учитывая то, что я был на байке. И то, что полиция там что-то тупила, блин, непонятно. Куда-то ездила. Как-то не так. Они что-то как-то не слишком-то слаженно и работали. Но, тем не менее, это является одной из самых сложных полиций вообще за историю GTA. По крайней мере, 3D вселенной. Насчет GTA V не уверен, конечно. Хотя в GTA V там тоже, блин, они очень жесткие. Ну, так вот. С вами был Хик. Всем спасибо за лайки, за комментарии. Также напишите в комментариях, сколько вы можете продержаться 6 звездами. Опять же, в тех же самых условиях, в которых продерживался. Я понимаю, что можно было под мостом, в туннелях сдержаться и так далее. Да, это читерски, но при активном движении имеется в виду. То есть, активный преступник. Где-то здесь сел, блин, начиная там перестреливаться. Просто так. Вот все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok